Добрый день, еще раз глубоко уважаемые коллеги. Позвольте в рамках сессии по распределенному раку яичников несколько слов сказать о тех тенденциях хирургического лечения и лечения в целом этой категории больных на сегодняшний день. Если мы говорим сегодня о больных раком яичников, к сожалению, это большая проблема не только для нашей страны, это большая проблема для всего мира, бессимптомность течения и отсутствие эффективного скрининга. Это приводит к тому, что практически более 70% пациентов это пациенты с распространенными формами этого заболевания. И в этой ситуации, если мы говорим о возможной нашей помощи, это, конечно, комбинированное лечение. Комбинированное лечение, которое включает в себя не только использование различных эффективных лекарственных противопухолевых препаратов, но это и большой объем хирургии, циторедуктивного вмешательства, который в ряде ситуаций носит комбинированный характер, мультиорганный характер. И это связано с тем, что проявлениями этого заболевания, эта локализация, являются практически в брюшной полости все отделы. Это и брюшины, и лимфатические узлы, кишечник, диафрагма, мизантерий, это тонкий кишечник, сальниковая сумка. Именно это определяет и особенности хирургического подхода к лечению этого заболевания. На сегодняшний день стандартом, который определен для последнее время хирургического лечения этого заболевания, это выполнение полной или оптимальной циторедукции. И сегодня мы говорим об эффективности хирургического лечения, когда остаточная опухоль составляет менее одного сантиметра. Вот этот самый объем остаточной опухоли, он на самом деле определяет во многом эффективность лечения этой категории пациентов. Поскольку исследованиями наших немецких коллег показано, что резидуальная опухоль – это тот самый независимый прогнозический фактор, который определяет и прогноз, и онкологическая эффективность лечения пациентов. Показано, что у пациентов без резидуальной опухоли онкологические результаты гораздо выше, и общая выживаемость этих больных, несмотря на распространенный характер, составляет более 60 месяцев. Поэтому выполнение полной циторедукции – это абсолютно прогнозически важный фактор, который увеличивает показатель общей выживаемости. И если посмотреть еще раз на эти данные, то как раз-таки отсутствие осадочной опухоли является прогнозически очень важным компонентом. Хирургические технологии для достижения этого результата, они на сегодняшний день достаточно большие, они сложные, и, конечно, это хирургия, в которой мы учитываем не только проявление заболеваний, но и возможности пациентки, которая должна перенести это хирургическое лечение. Это, конечно, объемы, которые носят не только объем перитономоктомии, но это и мультиорганные висцеральные резекции и выполнение лимфодиссекции. Цена этой хирургии, она достаточно непроста. Это хирургия, которая связана с переоперационными осложнениями, переоперационной смертностью. К сожалению, это хирургия, которая требует определенного статуса наших пациентов. Если посмотреть сегодня на объем циторедуктивных вмешательств, это вмешательства, в объем которых входят различные мультиорганные вмешательства. И для достижения этой цели, конечно, важно учитывать определенные предоперационные критерии, которые позволяют спрогнозировать выполнение этих циторедуктивных вмешательств. Сюда относятся и возраст пациента, и ГОК, ну и проявление заболевания. Вот в этой связи возможность выполнения оптимальной циторедуктивного вмешательства либо первичным хирургическим лечением, либо это интервальная циторедукция. Конечно, это оценка проявлений заболевания. Одним из таких методов является метод диагностической лапароскопии, который позволяет оценить нам прежде всего индекс перитениального канцероматоза. Сегодня существует классический метод оценки этого показателя, шкала Шугабекера, и в большей степени мы в практику внедрили индекс резиктабельности при лапароскопии, как раз-таки предложенный Анной Фаготе, который позволяет, оценив проявление заболевания в различных отделах брюшной полости, оценить возможность выполнения циторедукции. Как раз-таки индекс перитениального канцероматоза менее 10, позволяет с полной уверенностью выполнить и определяет возможность выполнения оптимального циторедуктивного вмешательства. Но, может быть, самым главным достижением этого показателя является то, что практически более чем в 30% случаев использование этой методики позволяет избегать эксплуатативного характера лапаротомий для этих пациенток и в оптимальные сроки все-таки начать лекарственную терапию. Методика достаточно внедрилась в нашу практику. Она, безусловно, позволяет нам улучшить показатели диагностики наряду с методами лучевой диагностики. Хотя, конечно, есть и особенности этой методики. К сожалению, некоторые отделы брюшной полости, они малодоступны для хирургии. Следующий аспект резерва в помощи нашим больным – это, конечно, доступ. К сожалению, сегодня мы говорим о возможностях выполнения хирургического лечения. И цель – это отсутствие остаточного проявления заболевания. Конечно, на сегодняшний день особенности доступа при распространенном раке яичников – это лапаротомии, которые способствуют лучшей ревизии брюшной полости. Здесь показаны некоторые технические приемы выполнения этой операции при так называемой методике тракции кожных швов. Это, безусловно, сегодня особенности выполнения хирургического лечения. Сегодня мы должны, конечно, вспомнить технологию Хадсона, которая позволяет из-за брюшинного доступа в едином блоке выполнить оптимальный объем циторедуктивного вмешательства. Ключевым моментом этого доступа является, безусловно, идентификация мочеточника, который, мы считаем, является таким ключом и путеводителем в последующем выполнении и удалении препарата и забрюшинной диссекции. Таким образом выглядит перитономоктомия малого таза. Вот таким образом выглядит результат выполнения циторедуктивного вмешательства после удаления всех проявлений в этой зоне. Это чаще всего связано с резекцией прямой кишки. И как раз-таки это важный момент, поскольку именно технически это позволяет улучшить циторедуктивный эффект данного вмешательства. Заканчивается вмешательство на малом тазу формированием сигма-ректа анастомоза. Для этого мы используем различные технические приспособления, в частности, циркулярные стрипы. В ряде случаев мы дополняем отдельными швами для того, чтобы улучшить качество анастомоза. Аминтоктомия. При распространенных формах это, безусловно, экстерпация сальника не только на уровне поперечно-ободочной кишки, но и по кривизне желудка. Очень важный момент – это иссечение перитениальных метастазов в области круглой связки печени. Сегодня мы говорим для достижения этой цели – это удаление брюшины по диафрагмальной поверхности печени и удаление брюшины поддиафрагмального пространства, которое в ряде случаев может быть связано и с резекцией сухожильной ее части. Важным моментом – это, конечно, циторедукция в пределах малого сальника. При этом очень важно сохранение сосудов, которые кровоснабжают желудок, в частности, левый и правый желудочных артерий. Ну и определенными критериями нерезектабельности в этой зоне являются опухолевые узлы более 2 см. Исечение висцеральных метастазов с тонкой кишки сегодня эта процедура достаточно часто выполняется, она выполняется острым путем, и это позволяет улучшить эффект циторедукции при больных распространенными заболеваниями. Ну, наверное, не буду долго останавливаться сегодня на лимфоденоктомии, поскольку существующие рандомизированные исследования показали эффективность этого этапа у пациенток с клиническими проявлениями, метастатических проявлений, и, конечно, в случае такой ситуации циторедукция должна быть дополнена удалением измененных лимфатических узлов. Качество операции при раке яичников, безусловно, достигается опытом и квалификацией любого лечебного учреждения. Сегодня показано, что в специализированных центрах более 70% это пациенты, у которых хирургическое лечение заканчивается выполнением либо полной, либо оптимальной циторедукцией. И в этой связи, конечно, безусловно, важен еще и фактор хирурга, и, конечно, центры, где есть команда, которая работает с большим опытом, безусловно, показатели и онкологической выживаемости пациентов, они достаточно эффективны, и они увеличивают возможности для наших пациентов. Кто сегодня должен проводить операции при раке яичников? Конечно, сегодня мы говорим о квалификации хирурга, мы сегодня говорим о презентабельности лечебных центров. Это, безусловно, определяет сегодня лучший результат, который может быть достигнут только путем междисциплинарного сотрудничества между различными специальностями. Сегодня это сложная хирургия, это сложный поиск эффективного метода лечения, и это, конечно, определяет на сегодняшний день эффективность и результат общей выживаемости наших пациентов. Но, с другой стороны, конечно, сегодня эффективность лечения распространенного рака яичников это мультимодальный подход. И он, прежде всего, идеологией его заключается и в оценке возможности выполнения полной цитаредукции. Безусловно, мы зависимы от морфологической верификации. И сегодня, конечно, мы абсолютно видим перспективу помощи нашим пациентам с развитием молекулярно-генетической диагностики, о чем, собственно говоря, нам сегодня сделала первый доклад наша коллега и большой наш друг Анна Фаготе. А мы хотели бы сегодня продемонстрировать вот такую нашу большую, дружную, мультимодальную команду, которая, по сути дела, дает нам возможность внедрять, развиваться и надеемся на успех в лечении этой тяжелой категории больных. Поэтому сегодня, конечно, выполнение первичных цитаредуктивных операций с последующей химиотерапией это стандарт для лечения больных, это преимущество и обладает преимуществом для этой категории пациентов. Безусловно, макроскопическая полная резекция опухоли должна быть целью первичной операции. Лучший прогноз имеют пациенты без видимой резидуальной опухоли. Безусловно, интервальные цитаредукции целесообразны, и они должны быть использованы при распространенных заболеваниях, при высоких показателях индекса канцероматоза, а также, конечно, это выбор метода лечения у пациентов с тяжелым соматическим состоянием и при невозможности выполнения первичной оптимальной цитаредукции. Спасибо огромное за внимание. Продолжение следует... Продолжение следует...